Казалось бы, глаз устроен не сложнее телекамерой. Всё в нём понятно. Защитный корпус, линзы для доведения на резкость, хрусталик. Ну и чувствительная матрица с сетчатками. Но из всех органов чувств глаз самый парадоксальный. Ну, во-первых, изображение на сетчатку попадает в перевёрнутом виде. Только потом мозг ставит ему с ног на голову. Во-вторых, почему-то у всех позвоночных большая часть сигналов от левого глаза идёт в правое полушарие, а от правого — в левое. Само наше зрение является обманом. Всё, что вы видите, — это двухмерное изображение точек разной яркости, цвета и интенсивности. Таким наш мир попадает на сетчатку. И только потом наш мозг воссоздаёт его зрительный образ. Фактически сетчатка — это окалённая зона нашего мозга. Неудивительно, что все эти несовершенства нашего зрения использовались жуликами и фокусниками всех времён инородов. Отвлечь жёлтое пятно вашего глаза на другой объект вы смотрите, но не видите. И пропускаете самую главную манипуляцию иллюзионистов. Ну что ж, забылась моя детская мечта. Наконец-то я попал в цирк. Я обещаю, что здесь не будет ни одного телевизионного подвоха. Поехали. Ага, что я вижу куб, накрытый чёрной тряпкой. Вы можете убедиться, что куб абсолютно пуст. Ванга возвращается раз. Ванга возвращается два. Ванга возвращается три. А теперь мы покажем, как всё выглядело с другой точки зрения. Стройная ассистентка не покидала ящик с самого начала. Но почему глаз видел его пустым? Секрет — наклонные зеркала и яркие полосы, которые в нём отражаются. Всё внимание концентрируется на них. Полосы — это для оптического обмана. Продейте руку сюда просто. Раз. Ага. Одну. А у меня две левых. Главный секрет — зеркаля. Чем? Видите, полосы отражаются там, и их чередование дают мозгу картинку, что ящик пустой и перспективный. Конечно. Все остальные действия — манипуляции с прикрывалом, вращение волшебного ящика — только для того, чтобы отвлечь внимание зрителя. Запутать зрительную корову его мозгом. И дать ассистентке возможность незаметно открыть секретный люк. Главный секрет, давай, этот стол. Англичанин Бо Лотто — автор десятков оптических иллюзий, построенных на тонкости взаимоотношений глаза и мозга. А теперь скажи, эти два стола выглядят одинаково? Нет, нет. Это квадратный красный стол. А это прямоугольный зелёный стол. Он намного длиннее красного. Ага. Только на самом деле они одинаковы. Нет. Зелёный стол — это просто перевёрнутый красный стол. Или наоборот, красный стол — это перевёрнутый зелёный. Для мозга каждый образ новый. До этого он его не видел. Но всё, что мы видим, похоже на что-то, что мы видели раньше. Мы используем весь наш визуальный опыт, чтобы создать картинку, которую видим перед собой. Достраивая эту картинку до привычного, мы часто ошибаемся. Так можно дойти до гласовского тупика. Всё, что мы видим, в каком-то роде иллюзия. Тогда почему, словно сговорившись, мы называем одни и те же предметы одинаковыми именами? Или всё-таки разными? Это лестница, ниша или просто серая бумага, сложенная гармошкой? У вас три секунды на ответ. Это обычное оргстекло в форме алмаза. Изначально вам покажется, что он вращается по часовой стрелке. Вы смотрите, смотрите, моргаете, и вдруг вы замечаете, что фигура крутится совершенно в другом направлении. Иногда мы так поглощены действием фильма, что не замечаем очевидного. Все потоки информации от глаз к мозгу переполнены. Тут не до мелочей. Но находятся любители, готовые смотреть по несколько раз одну и ту же картину, чтобы увидеть огрехи, иначе их называют ляпы. Безусловно, чемпион с знаменитой фильмом «Гладиатор». Вот у всадника современная обувь с подошвами. На заднем плане римский воин одет в джинсы. И абсолютный шедевр. Позади колесницы газовый баллон. А теперь эксперимент, который вы сами можете повторить у экрана телевизора. Просьба сосредоточиться. Задача заключается в том, чтобы считать, сколько передачи мячей было в команде в белых футболках. И не обращать внимания на передачи мячей командой в черных футболках. Зрители НТВ просят не отвлекаться и считать братских с нами, считать как мы, считать лучше нас. Задача очень напряженная, поэтому не отвлекайтесь ни на что. Будьте максимально внимательны. А после эксперимента мы обсудим его результаты. Кто-то насчитал 16 передач, у кого-то вышло 14 или 13. Все равно мы упустили главное. Как принято в психологических опытах, задание было дано только для того, чтобы вас запутать. Не заметили то, что в пространстве сцены появился человек, одетый как горилла. Кривлялся, махал руками. Но вы это не заметили. Мы далеко не все видим, слышим, чувствуем в широком смысле, что попадает нам на рецепты, на органы чувств. Наше восприятие, наше сознание очень глубоко избирать. Ах, обмануть меня несложно, я сам обманываться рады. Попробуйте отгадать, в какой момент мы с иллюзионистом Юрием Сергеенко провели самое сложное устройство на свете – ваш головной мозг. По просьбе телезрительницы Пугачева из Москвы, мы показываем еще один фокус, основанный на оптических флюзиях. Прошу вас. Самый распространенный фокус. Этот фокус показывают все иллюзионисты мира. Берется кого-то карт, притосовывается. Так. И по-честному. Все по-честному. И просим вас выдавайте любую карту. Вернуйся. Все запомнили? Отлично. Так. Так, ну, вы все должны убедиться, что это именно та карта. Покажите, пожалуйста, зрителям. Отлично. А я эту карту, не глядя, упираю где-то в серединочку. Вот. Надеюсь, вы помните, какая карта была. Да. А, ну, обратите внимание, все карты необъяснимым образом перевернулись, только одна лежит рубашкой вверх. Ура! Вы выбрали Джокер, правда? Джокер. И только вот Джокера зеленая рубашка. А все остальные красные карты имеют красную рубашку. Похоже, надо посмотреть еще раз, чтобы понять, как это делается. А теперь то же самое с другой точки. Все ваше внимание было приковано к карточному фокусу. А между тем, раз, задник поменялся с зеленого на голубой. Два, фокусник стянул рубашку. Три, мы поменяли скатерть на столе. И четыре, я сбросил пиджак. Прежде чем вы получите первую реакцию сетчатки на изображение, проходит 20 миллисекунд, потому что рецепторы реагируют медленно. Около 100 миллисекунд сигнал проходит внутри мозга, через несколько переключателей. Еще 100 тратится на обработку и 200 на решение, куда направить ваш взгляд. На самом деле мы осознаем то, что видели полсекунды назад. А это очень большая задержка. А поскольку анализом объема и движения занимаются разные зоны мозга, заставить их спорить друг с другом не так уж и сложно. Даже ловкости рук не требуется. Это обычный куб, имеет 12 граней, с виду самый обычный, внутри пустой. Обычно из таких кубов мы достаем невозможные вещи. Чуфык, 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 чуфык. Да, но не сегодня. Сегодня этот куб несколько необычный. Он абсолютно плоский, и достать из него ничего невозможно. Вот простая оптическая иллюзия. Весь фокус в том, что сначала вы видели объемную фигуру, а потом ее точную развертку на асфальте. А стул на самом деле состоял из двух частей, отстоящих друг от друга на пару метров. Но разум совмещал два изображения, потому что очертания стула знакомы с раннего детства. И мозгу легче принять несоответствие масштабов, чем понять, что никакого стула вовсе нет. Только две его детали. Как и отказаться от привычных, пусть и ложных, в светотеней. На них реагирует группа клеток в затылочной зоне коры. Небольшая, но какая мощная. Это куб, составленный из кубиков разных цветов. Вот этот кубик, эта грань, и эта грань. Вам горца одного цвета и раз. А теперь я просто переношу кружок с одной воображаемой грани на другую. Народ изгодствует. Они одного цвета. Просто мы думаем, что сюда ложится тень, и поэтому наш мозг считает, что этот кубик темнее. На самом деле они абсолютно одинаковые. Мозг получает от сетчатки глаза информацию, которая не имеет никакого смысла, и сам наделяет ее смыслом и значением. Но иногда это ложь во спасение. 88-летний Михаил Бобров, легендарный альпинист. Конечно, хотелось бы и научиться видеть темноте, как кошки, и чувствовать опасность за спиной, как мыши, и так же быстро обрабатывать зрительный сигнал, как мухи. Но наш глаз уже не усовершенствовать. Зато ваш мозг придумал много полезных штук, которые делают человека самым зрячим существом в мире. И все-таки наш мозг чудит. Напоследок мы покажем вам то, на что вы смотрели, на чего не видели. Что в глаза бросалось, а в большие полушария так и не попало. Это на десерт. Вот наша наборощенная горилла. Появляется сразу в нескольких эпизодах. Показываем медленно. Успейте полюбоваться. И сколько таких горилл в жизни мы не замечаем. Вот на одном из персонажей меняется галстук. Но кто обратил на это внимание? Правы оказываются и Казьма Крутков, не верь глазам своим, и Сент-Экзюпери. В действительности все не так, как на самом деле.